Куйбышев 1962 года. Хрущевская оттепель. Молодежь тусит на коммунальных кухнях в Самарском Бродвее улице Куйбышева от Ленинградской до Некрасовской и в сквере Тривяза. Центральный комитет комсомола на этой волне создает городской молодежный клуб, сокращенно ГМК-62. На свое пятилетие клуб приглашает популярного, но пока еще не раскрученного певца Владимира Высоцкого. В Куйбышеве впервые в Советском Союзе прошли публичные концерты актера Стаганки. До этого он выступал полулегально в институтах и на предприятиях. Один из руководителей городского клуба Владимир Емец до сих пор находится под впечатлением от концертов Барда. Впечатление было потрясение. У меня мама ветеран войны, фронтовик, военврач, капитан медицинской службы. Я пригласил ее, билет пригласить на первый концерт. Я когда подошел после концерта, она плакала, у нее слезы катились. Песня о войне там. Они и сейчас актуальны. У меня тоже может слеза появиться, если я буду очень серьезно слушать творчество Высоцкого. Ну не все, конечно, а вот именно по этой теме. А так, конечно, зал молчал, тишина гробовая, мухи летали. Все было слышно. Только Владимиру Емецу разрешили фотографировать выступление Владимира Высоцкого в Куйбышеве. Эксклюзивные снимки сегодня можно увидеть на выставке «Спасибо за Высоцкого на площади славы». А еще гид рассказывает посетителям интересные истории, которые произошли с певцом в Куйбышеве. Например, первую афишу в СССР концерта Высоцкого выпустили в нашем городе. На первой экскурсии побывали бывшие участники ГМК-62, руководство Самары и области. Для меня было открытием то, что мать Владимира Высоцкого, проезжая по реке нашей Волга, оказалась в речном вокзале, а в это же время проходил в этот же день сам Владимир Семенович, который крикнул маме, мама, ты что не узнаешь своего сына? Поэтому приглашаем всех. Ну и хорошо, спасибо. И Самара стала, ну я считаю, прародителем или открывателем творчества Высоцкого. Городской молодежный клуб устроил Владимиру Высоцкому в Куйбышеве пять официальных концертов. В мае филармонии в клубе Дзержинского, в ноябре в новом дворце спорта и политехническом институте. На выступление попали не все желающие. Один из заводов подал заявку на 2000 билетов. Получил только 200 штук. В Самарской области здесь просто есть чем гордиться, потому что мы собственно стали таким трамплином, который позволил Владимиру Семеновичу уже совершенно свободно выступать на любую аудиторию. И то, что Куйбышев в Самаре имел отношение к подъему, к началу его триумфального такого подъема, несмотря на то, что официально его не спешили признавать и даже запрещали, это конечно большая честь для нас и это наша обязанность эту память сохранять. В год 55-летия ГМК-62 в Самаре, на доме, где работал авангардный клуб, появилась мемориальная доска. В сентябре откроется выставка, посвященная ГМК. В филармонии пройдут торжества. А фото-выставку «Спасибо за Высоцкого» можно увидеть до конца августа. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.